Добрый день, дорогие друзья, в сегодняшнем видеоролике речь пойдет о советской и российской актрисе театра и кино, телеведущей. Анна Самохина, в девичестве Подгорная, родилась 14 января 1963 года в небольшом сибирском городке Гурьевск Кемеровской области. Как большинство обитателей Кузбасса, ее родители были заняты в сталелитейной промышленности, отец был рабочим в литейном цехе, а мать трудилась в конструкторском бюро. Вскоре после рождения девочки Подгорной переехали в Череповец на строительство нового металлургического комбината. Когда Анне было 7 лет, отец умер и мать воспитывала дочерей в одиночку. Во время учебы в школе девочки купили пианино, и она начала заниматься музыкой сначала дома, потом в музыкальной школе. В 14 лет Анна была принята в Череповецкий народный театр. В 1978 году поступила на актерское отделение Ярославского театрального училища, во время учебы в котором вышла замуж за однокурсника Александра Самохина. По окончании училища в 1982 году супруги Самохины были направлены на работу в ростовский тюз имени ленинского комсомола. В 1987 году Анна Самохина получает главную женскую роль в советском приключенческом художественном фильме «Узник замка» ИИФ. Эта кинороль оказалась для актрисы очень удачной, и в 1988 году режиссер Юрий Карра пригласил Анну Самохину сняться в своей криминальной драме «Воры в законе». Этот фильм, в котором играло много известных актеров, был очень хорошо встречен публикой, его посмотрели 39 с половиной миллионов зрителей, и безжалостно обруган критикой. В 1989 году Анну Самохину приняли в труппу театра имени ленинского комсомола в Ленинграде. Среди киноработ актрисы можно выделить роли в костюмной ленте Дон Сезар де Базан, в исторической драме «Царская охота», в которой она сыграла княжну Тараканову. Классическая красота актрисы особенно хорошо смотрелась в пышном антураже костюмных фильмов, и режиссеры это активно использовали. Во время работы в театре, Анна одновременно снимается в таких лентах «Сделай мне больно», «Колесо любви», «Страсти по Анжелике», «Волчи стаи», «Бульварный роман», «Женский день», «Взбесившийся автобус», «Гангстеры в океане», «Идеальная пара», в конце 90-х сыграла в криминальной комедии «Китайский сервиз». В 1999 году актриса появилась в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей 2. Новые приключения ментов», где сыграла роль директора торговой фирмы «Вектор». В 2001 году на экраны страны вышел сериал «Черный ворон», в котором Анна Самохина сыграла потомственную колдунью. Анна также подрабатывала конферанцем, ее можно было увидеть и ведущей концертов ко дню военно-морского флота, и на День города, День строителя, и на частных вечеринках. В 2003 году на экраны вышли новые сезоны сериала «Бандитский Петербург», где Самохина вместо Ольги Дроздовой доигрывала роль Екатерины. Ее последней работой в кино была комедия «Гена Бетон». Первым супругом Анны был ее однокурсник по Ярославскому театральному училищу Александр Самохин, их брак распался в 1994 году. Дочь Александра, в 2004 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и уже снялась в кино, играла в антрепризных спектаклях вместе с матерью. В 1994 году Анна Самохина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Конорова. Вместе они организовали новую киностудию «Диапазон», где Анна была художественным руководителем. Однако после семи лет брака она с Дмитрием рассталась. С 2004 года Анна Самохина жила в гражданском браке с Евгением Федоровым, но и эти отношения оказались неудачными, и в 2006 году они расстались. Последние годы актриса много и успешно работала в кино и на театральной сцене Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, Санкт-Петербургском антрепризном театре комедий. В феврале 2010 года Анна должна была вместе со своим партнером по сцене Дмитрием Харатьяном начать репетировать в антрепризном спектакле, но вместо этого ей пришлось срочно заняться своим здоровьем. 25 ноября 2009 года Анна Самохина была госпитализирована в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, врачи диагностировали рак желудка в последней стадии. Болезнь развивалась стремительно, но до последнего дня Анна боролась со смертью. Измученная и в безнадежном состоянии, она отказывалась от встреч с родными. Актриса хотела, чтобы любимые помнили ее вечно молодой, красивой и здоровой. Она скончалась 8 февраля 2010 года на 48-м году жизни. Анна Самохина — российская актриса, певица и телеведущая, женщина удивительной красоты и непростой судьбы. Ее звезда взошла в кинематографе в тот сложный период, когда в индустрии рушились старые шаблоны, и казалось уже нет ничего невозможного или недозволенного, чего нельзя было бы показать на экране. Запоминающиеся внешности обаяния сделали артистку секс-символом перестроечного кино. Дорогие друзья, большое спасибо вам за поддержку, лайки и комментарии. Я надеюсь, что вам понравилось видео и вы получили удовольствие от просмотра. Желаю вам благополучия, удачи и душевного спокойствия.